Ольга Мюсюкевич Существо родов достигало 5000 в год. Сегодня коллектив продолжает хранить традиции, которые были заложены при ее руководстве. Чувство было такого волнения. Вот ты держишься за жизнь, ты ее держишь. Вот это в твоих руках все. Вот это потрясающе. Это самый позитивный момент в профессии в этой. Потому что просто врач, когда болезнь лечится, когда бывают сложные ситуации, когда неизлечимое что-то и так далее, это тяжело, наверное, доктору переносить, когда невозможно справиться и так далее. Нам вдвойне тяжело, потому что есть дети. Кто мешает акушеру нормально работать, ребенок? Потому что зависит исход родов, течение родов, вернее, от состояния ребенка. Это очень важно, мы очень волнуемся. Для чего приходит женщина родная? За ребенком. Его ей нужно дать. Но это самый важный момент в работе. Есть ребенок, есть счастье для врача. Вот ребенок, вот слезы радости мамы, это самое огромное счастье, которое может быть. И врач доволен. Решение уйти из роддома и возглавить Одинцовскую центральную больницу удалось ей нелегко. Какое-то время она продолжала работать на два фронта, разрываясь между операционной и кабинетом главврача. Это было сложно на пределе человеческих возможностей, но иначе она не могла. Ольга Александровна переформатировала работу ЦРБ, увеличился штат специалистов, появился передвижной ФАП, закуплено новое оборудование. Врачам стали выделять жилье, началось строительство первой поликлиники, завершился капитальный ремонт детской больницы, открылся кабинет МРТ. Был запущен процесс влияния лечебных учреждений муниципалитета в единую областную больницу. Паза ЦРБ очень сильная и очень серьезная. И мы можем многое. Наша задача – это понять, и наша задача – это захотеть. И самая главная наша задача, первостепенная, это видеть людей и видеть пациентов. Потому что люди в белых халатах, они для этого рождены и для этого созданы. Я всегда говорила, что доктором стать невозможно, им нужно родиться. Потому что при рождении такого ребенка Бог его целует и говорит, ты будешь доктором. Это твоя душа, которая раздается всем. Это твое сердце, которое отдается всем. И здесь середины не бывает, и по-другому жить просто невозможно. Золотой юбилей именинница встречает в кругу близких. Она, как никто другой, понимает, насколько важно сегодня оставаться дома. И принимает поздравления онлайн. Мария Шматкова, телеканал Одинцова.